Партнер программы. Сеть магазинов Абсолют. Новости на канале АТВ. И вот основные темы выпуска. Лицензии есть? Порядка нет. Горожане продолжают жаловаться на свои управляющие компании. Неугомонный профессор, экс-ректор БГУ Степан Калмыков намерен вернуть недвижимость в центре города. Настоящих буйных мало, вот и нету вожака. Как у лануденцы борются с чиновничек беспределом. Второй Мацуев, пианист из лануден Дмитрий Маслеев стал заслуженным артистом бурятия. Начнем выпуск с печальной новости. Игра со спичками привела к смерти маленького ребенка. Накануне в Волгинском районе сгорела трехлетняя девочка. По предварительным данным, трагедия произошла днем. Родители ребенка уехали в лес за ягодами и оставили своих детей трех и четырех лет на попечение дяди. В доме также была шестилетняя дочь мужчины. После обеда дети отправились играть во двор, а спустя некоторое время две девочки забежали в дом с криками «Пожар!». Оказалось, загорелся сарай, в котором хранили сено. В ходе опроса девочки пояснили, что играя во дворе нашли спички, после чего забежали в сарай и забрались на сено, где стали зажигать спички. Одна из спичек упала вниз и пламя стало быстро разрастаться. Две девочки успели выскочить из сарая, а младшая сестра скатилась со стога сена в противоположную входа в сторону. Поэтому выбраться из строения горячего уже не смогла. Отмечу, что огонь удалось потушить только после прибытия пожарных. Выясняется обстоятельство трагедии. И продолжая тему пожаров. Утро, как в песне, а над городом желтый дым, городу 2000 лет и звезда по имени Солнце. Свет, который еле-еле пробивается через мглу. Горожане, наслышанные о лесных пожарах где-то далеко на Байкале, сегодня сами проснулись в дыму. Паирсидыпов выяснил причину появления смога и последствия его влияния на здоровье людей. Лето в столице Бурятии в разгаре, причем в прямом смысле этого слова. С утра вместо тумана и свежести на город опускается смог. Аэропорт продолжает работать, но летчикам приходится буквально творить чудеса. При посадке самолеты вырываются из дыма в нескольких метрах над землей. Улан-Удэ накрыло дымом лесных пожаров. В республике зарегистрировано 49 пожаров, на общей площади были 28 тысячи сектаров. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Баркузинском и Требайкальском районах республики. Дым над городом связан с тем, что переменилось направление ветра и дым от пожаров в Требайкальском районе сейчас несет в город. Дым – проблема не только для пилотов, но и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендуется закрывать все окна двери, чтобы как можно меньше проникало продуктов горения в помещении. Также рекомендуется почаще проводить влажную уборку, удалять вот эти вещества с поверхностей. Врачи советуют по возможности покинуть город на период задымления, а при недомогании не мешкая обращаться за медицинской помощью. Бояр Садыпов Вячеслав Сердюченко – первая альтернативная. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Лицензирование управляющих компаний закончилось, а проблемы у собственников остались. Люди продолжают жаловаться на работу своих ЖЭКов. К нам в редакцию обратился житель дома по улице Барсуева Андрей Ренчино. Мужчине надоело бездействие коммунальщиков. Тему продолжит Светлана Шикунова. Ситуация не уникальная, а скорее наоборот типична для Олан-Удэ, говорит Андрей Ренчино. Обвешал и трубы, запах и грязь. Мужчина уверен, после лицензирования управляющих компаний все должно было измениться к лучшему. Но сдвигов нет. Сам подвал, видите, находится в таком состоянии, что здесь снимать только фильм «Сталкер» и другой фильм «Ужас». Заходить можно только в противогазе. Чувствуется запах векалий. Конечно, ни о каком санитарном состоянии говорить не приходится. Рассадник инфекций. Тем временем управляющая компания исправно собирает средства на текущий ремонт и не только. С начала года жильцы перечислили ООО «РОС» более полумиллиона рублей, говорит Андрей Ренчино. Ремонт и содержание системы инженерно-технического обеспечения мы потратили 174 тысячи. Во время дождя дождевые воды затекают сюда, под фундамент. Фундамент размывается, есть угроза обрушений. Впрочем, в самой управляющей компании уверены, все это надуманные претензии. Дом не раз проходил проверку у различных ведомств. Единственный промах – неудавшееся озеленение. В прошлом году коммунальщики решили высадить аллею из монгольских дубов. И, судя по всему, потратили на это кругленькую сумму. Если мне память не изменяет, стоимость городом была заявлена в пределах 5000 рублей за один маленький росточек. К сожалению, не прижились, их 5 штук было высажено. И были устроены на придомовой территории клумбы. Вы их видели, наверное, деревянные срубки такие перед каждым подъездом. С обратной стороны делались опять же посадки кустовых. Ну, тоже приживаемость была фактически нулевая. Похоже, в этом году вряд ли вокруг дома зацветет сад. Хотя, по словам Андрея Ренчино, коммунальщики потратили на эти цели 103 тысячи рублей. Мужчина уже написал заявление в прокуратуру и другие ведомства. И теперь ждет ответа. Впрочем, и есть хорошая новость. Дом включен в программу капитального ремонта. В 16-й год, следующий год, это общедомовая система электроснабжения. Начиная от водных распределительных устройств и дальше до подъездов, до стояков в подъездах. А в 18-й год, начало капитального ремонта по общедомовым сетям тепла, водоснабжения и водоотведения. Светлана Шокунова, Светлана Семиренко и Евгений Козлов. Первая альтернативная. Верните дом. Степан Калмыков намерен судиться с БГУ за трехэтажный коттедж в центре города. На днях бывший ректор госуниверситета подал жалобу на решение Советского районного суда, который 27 июля постановил вернуть недвижимость в собственность вуза, а договор приватизации признать недействительным. Степан Калмыков будет обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии. Бунт против власти накануне житель Омска разбил стекла в мэрии. На такой поступок мужчину натолкнула личная неприязнь к городским чиновникам. Отмечу, что митинги и акции протеста – вещь абсолютно нормальная. С давних времен люди таким образом пытаются достучаться до власти и обратить внимание на свои проблемы. Бурятия не исключение. Наталья Домбаева вспомнила самые интересные и скандальные акции протеста в нашей республике. И начнем с новостей в Омске. Акт вандализма произошел утром 4 августа. С виду обычный прохожий, но на деле оказалось, что прогуливается он здесь не просто так. Помахав рабочим, мужчина разбивает окна мэрии. Как оказалось, под маечкой он спрятал тяжеленную кувалду. То же самое бунтарь проделывается с другими окнами, пока его не скручивают охранники. По словам очевидцев, вандал выкрикивал обвинения в воровстве в адрес чиновников. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Ламы против полицейских. Топ-чарт бурятских митингов, я думаю, стоит начать с разгона буддистов в конце 90-х годов. Произошло это прямо здесь, возле Адигитриевского собора, который на тот момент являлся филиалом музея истории города. 5 мая 1998 года ламы организовали здесь пикет, связанный с вывозом атласа тибетской медицины в Соединенные Штаты Америки. Чтобы атлас остался у нас в Бурятии, они забаррикадировали хранилище музея, но получили жесткий отпор. Все события разворачивались на этом пяточке. Хувараки и ламы сидели вот на крыльце. Как бы загораживали выход оттуда, чтобы не выносили. Значит, подъехали машины. Это грузовые автомобили «Урал». Высадились оттуда, сразу выбежали, выскочили бойцы. Прикрывались щитами, ну, в полном обмундировании. И, значит, начали их, всех хувараков, лам, растечать дорогу. То есть, как это происходило? Был автобус еще подошел, туда всех сажали, те, которые сопротивлялись. Как вела себя милиция? Грубо, очень грубо они себя вели. Очень грубо. С дубинками они были уже тогда, с дубинками. Попадало многим. Одному парню даже, кажется, раскроили череп, потому что его увезли сразу. Подошли три или четыре скорые сюда. В итоге «Атлас» все-таки увезли в Америку. Там, в трех городах, прошли выставки священной реликвии. Ее отреставрировали и через год вернули в Россию. Сейчас «Атлас тибетской медицины» хранится в Музее истории Бурятии. Я прикую себя цепями. Акции гражданского протеста не обошли стороной и мэрию Улан-Удэ. Четыре года назад в знак протеста против намерения властей отменить прямые выборы мэра и ввести должность сити-менеджера две скандально известные правозащитницы Низовкина из Титсура устроили здесь митинг. Однако, когда девушки поняли, что сейчас их заберет полиция, они приковали себя наручниками к этим дверям. Там, около мэрии, приковало себя наручниками в действительности пятеро человек. То есть, помимо меня, Татьяна Ститсура, это были Сергей Домбаев, Бато Багдаев, Наталья Филонова. Мы забрали всех пятерых человек, но двоих человек отпустили несколько раньше, а меня, Татьяна Ститсура, Наталья Филонова продержали дольше. И были применены некоторые насильственные действия. Я могу сказать, то, что было со мной, они меня брали, заводили локти за спину и несколько раз ударяли от перила, от стены коридора. И в кабинете тоже это некоторое время продолжалось. Потом они, конечно, все отрицали. Трудно сказать, кто наносит власти больше урон – митингующие граждане или мэр нашего города. Вот, к примеру, в марте прошлого года жители ДНТ Сибиряк, доведенные до отчаяния, требовали от властей включить им свет. На протяжении двух недель более 1 тысячи человек жили без электричества из-за того, что коммунальщики отключили его за долги. В ответ на это сгунтовавшиеся люди перекрыли Иволгинскую улицу на несколько часов. На место событий приехали полицейские, пожарные, врачи и первые лица города и республики, которые даже не знали о проблеме. Впрочем, как обычно. У вас несколько раз же на приеме была. Что? Наша Людмила Анатольевна. И что? Вы же сколько раз видели. Вот что она какая-то у нее тоже не сидела? Грубо полагать. Что-то они прочитали. И что? И что? И что? И что? И что? Да будет свет. Митингующие добились своего и им дали электричество. И, наконец, завершает топ-чарт акций против власти митинг в защиту БГУ. Их было несколько, но самые запоминающиеся 1 июня этого года. Забыв о Мошкине, бунтующие раскритиковали действия мэрии и правительства Бурятии. Пытались даже свергнуть главу республики Вячеслава Наговицына. Произошла небольшая потасовка из-за безобидного плаката, который полицейские по непонятным причинам пытались отнять. Украинцы и пенки. Помоги не живут. Все народы живут у нас в республике. Обычно митинги – это как крайняя мера. Они проводятся, когда народ уже отчаялся, не добился какой-то своей цели, не решения каких-то проблем. Я считаю, что эти митинги какой-то результат дали. То есть было взбудоражено общественное мнение. Жители Бурятии узнали, что творится реально в БГУ, что есть проблема, серьезная проблема, ее нужно решать. Но пока до сих пор вопрос к нам не решен. Я считаю, думаю, что в сентябре опять будет всплеск вот этого протестного движения и будут снова митинги. Наталья Домбаева, Александр Хомоганов и Вячеслав Сердюченко – первая альтернативная. Далее смотрите короткие новости от Баира Цедыпова в традиционной рубрике «Картина дня». Во Франции ограбили одного из богатейших гонщиков Формулы-1 Дженсона Баттона. Интересный способ. Через вентиляционную систему преступники закачали внутрь виллы, где находились Баттон с женой, усыпляющий газ, а затем спокойно вынесли ценности на полмиллиона долларов. Понять, что их ограбили, супруги смогли лишь утром после пробуждения. Анатолий Чубайс пожертвовал полмиллиона рублей на восстановление сгоревшего буддийского университета, сообщает Байкал-Дели. Всего на ремонт сегодня собрали более полутора миллионов рублей. По 400 и 200 тысяч рублей перечислили депутаты Улан-Удэнского городского совета депутатов Индиры Шагдарова и Вадим Бредний. Восстановительные работы уже начались. В выходные в Улан-Удэ будет не просто жарко, а очень жарко. Синоптики обещают до плюс 39. Так что все на Байкал. Хотя там тоже сейчас не очень комфортно. Северо-восточное побережье в районе Баргузина и Максимихи затянуто дымом от лесных пожаров. Сегодня в республике стартовало празднование 250-летия со дня прибытия первых старобрядцев в Бурятию. На торжественные мероприятия съехались представители староверов со всего мира. Завтра в этнографическом музее пройдет грандиозный фестиваль-конкурс «Раздайся, Коррагат». Ну а нынешнее утро началось с церемонии открытия Кафедрального собора Рождества Христова Русской Древнеправославной Церкви. Позже участники этнофорума собрались на дискуссионных площадках, чтобы обсудить механизмы сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев. Проведение этого форума действительно символично, что он проходит на благодатной земле республики Бурятия, где проживает большое количество старообрядцев. И не случайно сегодня в эпоху глобализации, в эпоху развития технического прогресса эти вопросы выходят на первый план. Ведь действительно нам нужно сегодня задуматься о том, как сохранить ту исконную самобытную культуру. Отмечу, что культура старообрядцев признана всемирным наследием ЮНЕСКО. Но из-за того, что Россия не ратифицировала конвенцию, семейские не могут включать в свои объекты список организаций. Есть и другие проблемы. В республике Бурятия национальной политике семейских на 2015-2020 год нет ни одного мероприятия по программе укрепления единства российской нации на культурное развитие народов России в республике Бурятия. То есть вот это проведение сегодняшнего мероприятия, на котором мы все присутствуем, и на ближайшие пять лет больше ни одного мероприятия не запланировано. То есть, конечно же, говорить о сохранении шедевра и объятой части населения в ближайшей перспективе в таких условиях – это нереально. Добавлю, что культура семейских имеет статус шедевра мирового нематериального наследия человечества. Старообрядцев в Бурятии и сегодня сохраняет уникальные традиции средневековой Руси. Жаль, что вспоминает об этом, как правило, только в юбилейные даты. Он вернулся в Бурятии после блестящих концертов в Японии. Победитель самого престижного в мире конкурса исполнителей классической музыки Дмитрий Маслеев сегодня встретился с главой Бурятии Вячеславом Наговицыным. Молодому пианисту, которого называют вторым Мацуевым, было присвоено звание заслуженного артиста Бурятии. Наталья Китаева также поздравила нашего земляка с победой. Напомню, талантливый пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев стал обладателем золотой медали на 15-м международном конкурсе имени Чайковского в номинации фортепиано. Там он одержал безоговорочную победу. Впечатление массовое. В самом начале просто от волнения, а ближе к середине уже от волнения, можно сказать, ничего не осталось, потому что все-все эмоции были вот уже на сцене. Мы будем чествовать их победителей так же, как и олимпийских наших чемпионов. Вот видите, вы вклад оставили в республике большой, пробили своим трудом, своим талантом, пробили путь для других людей искусства. И я надеюсь, что у нас теперь будут таких звезд больше и больше появляться. В Бурятии Дмитрий Маслеев проведет несколько дней, во время которых запланирован ряд официальных встреч. Далее молодой пианист отправится в мировое турне. Самой ближайшей остановкой станет Стокгольм. Далее Роттердам, Нью-Йорк и Лондон. В Улан-Удэ музыкант еще вернется и откроет новый сезон Бурятской филармонии. Сольный концерт Дмитрия Маслеева состоится 19 сентября. Наталья Китаева, Александр Хомаганов, Первая альтернативная. Как всегда, в пятницу мы готовим для наших телезрителей обзор цен на самые популярные товары. Смотрим далее. Манная крупа дороже всего в магазине «Моя семья» – 29 рублей за один килограмм. В абсолюте самая низкая цена – 23 рубля 90 копеек. Пшено в магазине «Моя семья» стоит 33 рубля ровно. 25 рублей 50 копеек вы заплатите в абсолюте. Риск круглозерный производства «Краснодарский край» – в абсолюте 43 рубля 90 копеек. Ненамного выше цена в магазине «Моя семья» – 44,50. Дороже всего в «Либерти» – 52 рубля 20 копеек. Самая низкая цена за килограмм соли «Байкалочка» ядированной в абсолюте – 10 рублей 80 копеек. Концентрированное молоко «Шадринское» обойдется вам дороже всего в магазине «Спар» – почти 36 рублей. Дешевле снова в абсолюте – 32,80. Самая дорогая «Сайра» натуральная в магазине «Титан Парк» – 37 рублей 50 копеек. В абсолюте за такую же банку – 34,90. Шампунь «Чистая линия» – крапива. Самая высокая цена в «Либерти» – 78 рублей 80 копеек. Самая низкая цена – 69 рублей в магазине «Абсолют». Цена на туалетную бумагу «Жасмин» во всех магазинах почти одинаковая – 3 рубля 40 копеек в «Либерти» и 3 рубля 23 копейки в «Абсолюте». Средства для мытья посуды «Пималюкс Лимон» – дешевле всего можно приобрести все в том же «Абсолюте». Дороже всего в «Титан Парке» – 44,40. На этом у меня все, но не переключайтесь. Сразу после информационного выпуска вас ждут анти-новости с Сергеем Никоновым и авторский проект Сергея Тучкова «За рамкой». Я же с вами прощаюсь, желаю отлично провести жаркие выходные. До встречи в эфире. В «Абсолюте» всегда свежее охлажденное мясо из «Бурятии». С 1 по 7 августа специальное предложение. Заиграевская охлажденная свинина всего от 185 рублей за килограмм. Свежее мясо, свежие цены. Каждый день. «Абсолют» – гарант низких цен. Каждый день. 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 Каждый день.